Многие люди, когда у них папа умирает или мать покидает этот мир, первый год они делают грандиозные поменьки, второй год они делают поменьше, третий год еще меньше, а пятый год и дальше они уже стараются делать колесо, саудошный щит, поставить галочку и сказать «Блокарди». Но в семье Левиевых, я вижу, 41 год прошел, а Мулеяков вспоминает своих дедушек и бабушек, которые уже покинули этот мир 85 лет тому назад. Семья Левиевых, сколько бы лет ни прошло, любовь к родителям и предкам у них не уменьшается. Сколько лет, и мы с вами на этом вишу Апарахель и Млобаркиэля, всегда вот так Мулеяков и его братья и сестры, семья Левиевых от души это справляет, хоть даже рестораны, хорошо накрытые столы, они еще свои вещи приносят, ставят красивые цветы, они делают все. При жизни папу, маму любили и уважали, и после кончины они делают больше, чем надо. Дорогие друзья, сегодня исполняется 41 год. А Апарахель покинула этот мир, прожила она 63 года. Если она была бы с нами физически, ей было бы 104 года. Несколько лет тому назад, семья Левиевых справляла ее столетия. Родилась она в 1910 году. Она видела ужасы того поколения, Октябрьскую революцию, войну, голод, голод, разруху, и она не потеряла себя, и она всегда оставалась прекрасной женщиной. Апарахель потеряла родить маму в очень молодом возрасте. Ее воспитывала ее сестра. Мы не можем не вспомнить худор Ахмати Ибру Маркель Левиева, который был один из самых-самых уважаемых людей города Самарканда. Она вышла замуж, когда ей было 17 лет. Она родила 10 замечательных детей, 4 сына и 6 сына дочерей. Нам очень не хватает худор Ахмати Диатмишу и Ценчуру. 8 детей, которые остались. Мы желаем много-много жизней. Дорогие друзья, Апарахель увидела почти все свадьбы. Она не успела, однако, увидеть свадьбу младшего сына, нашего уважаемого Браарона. Когда Бра Маркель был на войне, в то время у нее было уже 5 детей, и она одна воспитывала их, и еще после войны родилось 5 детей. Сегодня у нас очень много выступающих, поэтому всех мы просим соблюдать с регламой.